Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Олеси Карецкая. Я и мои коллеги расскажем о самых ярких событиях этой недели. Коротко о главных темах. Работать с наименьшими затратами. Расходы городского бюджета сократят на 87 миллионов рублей. Одной счастливой семьей больше в Самарской области продолжается программа «Жилье для российской семьи». Заигрались. Самарские родители обеспокоены сообщениями о группах смерти в социальных сетях. За 50 минут до Ширяева впервые в Самаре открыли навигацию в Репинские места на воздушной подушке. Изучили вдоль и поперек. Чтобы найти крокодилу пару, его пришлось взвесить. Власть должна работать более эффективно, при этом с меньшими затратами. Расходы городского бюджета сократят на 87 миллионов рублей. И это только начало. Включить режим экономии поручил губернатор Николай Меркушкин. В основном урежут содержание органов государственной власти. В этом году это первый этап оздоровления финансовой ситуации. Но экономия городского бюджета ведется уже не первый год. Кого коснется режим экономии, узнавала наша съемочная группа. Сократят расходы на власть. Режим жесткой экономии будут продолжать соблюдать во всех муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления. Уменьшить затраты – таково поручение главы региона. Мы тратим на управление около 8 миллиардов рублей. Тратили почти 11. Нам надо как минимум в ближайший год, в ближайшее время, еще на 3 миллиарда сократиться. В этом году это первый этап сокращения расходов. В режиме экономии городская власть работает с 2015 года. За прошедший срок значительно сократился штат госслужащих. Уменьшили количество подразделений в администрации, урезали расходы на связь, констовары и топливо. В итоге затраты уменьшились вдвое. Также в исполнении данных поручений увеличена доходная часть бюджета на 200 миллионов рублей по неналоговым поступлениям за счет арендной платы, взимаемой за возмездные передачи в пользование муниципального имущества. Реформа местного самоуправления не останавливается, она двигается. И губернатор поставил задачу о передаче более широкого спектра полномочий в районы, ближе к людям и, конечно, с финансированием. Бюджет на 2017 год составит почти 14 миллиардов рублей и сохранится бездефицитным. Не только экономить, но и эффективно тратить казенные деньги – главная задача как для администрации города, так и для депутатов. Каждый рубль в бюджете, ну, конечно, это уже в идеале, должен быть расписан так, чтобы было понятно, что мы можем требовать с конкретного чиновника, с конкретного муниципального предприятия и с конкретной экономией. Сегодня депутаты и их помощники, они работают бесплатно, и я полагаю, что многие чиновники должны тоже выйти в народ, работать больше с народом, и власть должна быть более эффективной. На сегодняшнем заседании городской дум удалось сократить расходы на 87 миллионов рублей сэкономленные деньги, направят на обновление и пополнение автопарка общественного транспорта, на метрополитен, а также на подготовку к чемпионату мира по футболу. Сергей Кизоркин, Оля Секорецкая, Дмитрий Мешканцов. События. Молодым семьям многое доступно, в том числе комфортное жилье. Самарская область в лидерах по количеству семей, которые смогли поменять квартиру на более просторную с помощью государственной поддержки. Субсидии предоставляют из областного бюджета, а теперь регион получил и федеральные деньги, а значит счастливых новоселов будет еще больше. Марина Кравцова расспросила одну из самарских семей, как осуществить мечту о собственном доме. Просторная трехкомнатная квартира – мечта. Супруги Макаровой и подумать не могли, что станут хозяевами такого дома. Раньше молодая семья с двумя маленькими детьми ютилась в однушке на 32 квадратных метрах. Недавно справили новоселье, торопились переехать. Своими силами ремонт сделали за месяц. Чувства были непередаваемые просто, потому что после однушки в трешку такие шикарные, как говорится, апартаменты. Купить квартиру удалось с помощью господдержки, которую оказывают молодым семьям. Соцвыплата составила 860 тысяч рублей, плюс деньги от продажи старой квартиры и материнский капитал. Хватило на просторное жилье в новом районе Самары. Для детей раздолье радуется молодая мама, и для игрушек места хватило и есть, где побегать. Они вот начинают отсюда с кухни, и вот вплоть до входной двери, это у них как спортзал. Я очень довольна. Спасибо большое государству этой программе, что молодым семьям так очень сильно помогает, потому что это правда очень огромная помощь. Если бы нет, то мы, конечно, трешку никогда, наверное, пока не осилили бы в эти годы. Деньги на программу выделяют из областного бюджета. А теперь регион активно включился в федеральные программы и получит дополнительно почти 158 миллионов рублей, которые пойдут на субсидии. Молодые семьи без детей могут получить сумму, равную 30% от стоимости квартиры. Те же, у кого есть дети, не менее 35%. Самарская область уже лидер по количеству новоселов. В непростых условиях нам удалось удержать набранные в прошлом году рекордные темпы в строительстве. И по итогам текущего года мы имеем здесь самый большой рост в ПФО. По количеству семей, получивших квартиры по программе «Жилье для российской семьи», мы третий год удерживаем первое место в стране. Кроме того, деньги с федеральной казны регион получил и на строительство новых школ и детских садов, а также на ремонт дорог. Во многом этому способствуют депутаты Госдумы, избранные в прошлом году от Самарской области. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Больше тысячи многоквартирных домов отремонтировали в области по программе капитального ремонта. Что нужно привести в порядок в первую очередь – лифты, фасад или кровлю – решали сами жители на общих собраниях. В 25-м доме на Клинической в Самаре инженерные системы отремонтировали летом. Насколько качественно выполнены работы и как новые трубы и батареи справляются со своей задачей зимой – проверили представители фонда капитального ремонта и наша съемочная группа. Новые батареи в квартирах жильцов 25-го дома по улице Клиническая появились летом прошлого года. Старые чугунные постоянно выходили из строя. Трубы протекали и в подвале. Теперь новые батареи греют на отлично. В принципе, недовольных вообще нет. В доме тепло, все достаточно эстетично, хорошо выполнено. Основное внимание во время ремонта уделили тепловому узлу. Теперь здесь установлена современная автоматизированная система. У нас стоит там датчик, переносится на управление вот сюда. Вот написано, что температура наружного воздуха 12,8 градусов. То есть соотношение наружного воздуха и температуры подачи в дом горячей воды. Вот 69,1. Специалисты фирмы-подрядчика по просьбам жильцов привели в порядок и само помещение подвала. Раньше рассказывают жители, сюда без резиновых сапог нельзя было пройти. Рабочие просушили помещение, заменили окна, на пол насыпали песок и щебень. Мы тут решили немножечко дополнительных работ сделать, так как у нас деньги с дома оставались, ввиду отказа некоторых квартир и прочих. То есть мы добавили работы, согласовал нам это куратор НОФКР. Ну и в принципе вот все желания жильцев мы постарались выполнить. Как идут работы на объекте в течение нескольких месяцев проверяли специалисты фонда капитального ремонта. Сначала жители отнеслись с недоверием к рабочим, некоторые отказывались пускать в квартиры. В процессе работы, как подрядчик зарекомендовал себя, уже было больше доверия. Сантехников здесь принимали уже как родных и буквально просили их сделать дополнительно что-то по квартирам, когда не получалось им самим смонтировать. Всего в 2016 году в Самарской области отремонтировано 1044 дома. В фонде капитального ремонта сообщают, собираемость взносов выросла и превысила 90%. Почти стопроцентные сборы показали Богатовский, Борский, Челновершинский районы и город Отрадный. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Больше обращений, но меньше нарушений антимонопольная служба по Самарской области подвела итоги 2016 года. В сфере рекламы антимонопольный орган вынес штрафы на сумму более 2 миллионов рублей. В реестр недобросовестных поставщиков ведомство включило 42 организации. Это в два раза меньше, чем в 2015 году. В 2016 году в ведомство поступило почти 370 заявлений по поводу нарушений закона о защите конкуренции. Это число по сравнению с предыдущим годом подросло. Однако при этом нарушений по жалобам находят значительно меньше. Так в разы сократилось число нарушений по статье «Недобросовестная конкуренция». Специалисты это связывают с введением системы так называемых предупреждений. Теперь при появлении нарушений мы по многим статьям просто выдаем предупреждение, предупреждаем. Не фиксируя сам факт. Мы говорим, что есть признаки. Обратите на это внимание и примите меры. И если только лицо, не понимая этого, продолжает эти действия, тогда уже возбуждается дело, рассматривается, устанавливается факт нарушения, если он есть, и привлекается к ответственности. Большие детки, большие бедки. Родители самарских подростков бьют тревогу. Социальные сети заполонили сообщения о группах смерти, которые вовлекают подростков в опасную игру и финалом должен стать суицид. Тема получила резонанс по всей стране. СМИ сообщают о попытках самоубийства среди подростков, которые состояли в этих группах. В прошлом году на самарские телефоны доверия поступило 65 так называемых суицидальных звонков, в два раза больше, чем в предыдущие годы. Родители напуганы и не знают, чему верить и как уберечь детей. Ответы на эти вопросы мы искали в нашем сюжете. Сообщения о группах смерти в социальных сетях разлетелись со скоростью света. Под подозрение попали сообщества с необычными названиями, образами животных, странными хэштегами и печальной музыкой, которые вовлекают детей в опасные игры и финалом должен стать суицид. Примерно десятая часть участников этих групп – подростки из Самары. В самарских школах панику не поднимают, но родители все же предупредили. Провели собрание, рассказывает мама первоклассницы Ольга Павлова. Это говорит только о том, что эта информация является достоверной и лишний раз обратить внимание на то, чем увлекается ребенок, чем он занимается, какие у него хэштеги в соцсетях, какие он завел страницы. Мне кажется, каждому будет не лишним. Организатора главной смертельной группы, с которой все и началось, студента Филиппа Будейкина по прозвищу Лис, уже задержали в Санкт-Петербурге. Его обвиняют в подстрекательстве к 15 суицидам, сообщает Следственный комитет. В социальных сетях мониторинг сообществ и видеороликов проводится каждый день. Так называемые группы смерти под пристальным вниманием правоохранительных органов. Роспотребнадзор и Роскомнадзор каждый год блокируют тысячи подозрительных страниц. Мы проводим ежедневный мониторинг социальных групп, конечно, видим, но к нам какие-либо заявления, обращения от родственников, либо от воспитателей, либо от других лиц о том, что их дети, возможно, стоят в данной группе, не поступало. По статистике, количество самоубийств среди подростков за последние полгода не выросло, а даже идет на спад. Но вот суицидальное настроение среди подростков – явление нередкое. Только за 16-й год на единый детский телефон доверия поступило 8 тысяч суицидальных звонков от детей и их обеспокоенных родителей. То есть это достаточно высокая цифра, и вы знаете, что Россия занимает одно из первых мест вообще по подростковым суицидам. Поэтому, конечно, нам всем взрослым надо быть очень внимательным к тому, что происходит с детьми. В группы смерти чаще всего вступают подростки, у которых недоверительные отношения с родителями. Психологи уверены – ажиотаж в интернете только усиливает напряжение между родителями и детьми и вредит их отношениям. Я думаю, что в данном случае затаскивают взрослых родителей в такой истерический диалог с собственными детьми. И здесь еще есть очень важный момент – это тема – любовь и смерть. В этом возрасте она очень тревожна, а родители на эту тему разговаривать не очень умеют. Родителям советуют быть внимательными, следить за настроением ребенка, интересоваться его жизнью и увлечениями. Остановить смертоносные манипуляции с детьми можно только совместными усилиями родителей, педагогов и правоохранительных органов. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, Сергей Баскин. События. Мелкое ДТП на перекрестке Авроры и Гагарина обернулось комедией. Пьяный водитель пытался выхватить жезл у инспектора ГАИ, а его нетрезвый пассажир старательно отвлекал полицейского от проделок брата. Подробности в нашем сюжете. В тот вечер нетрезвый пассажир легковушки, попавший в ДТП, пустил в ход все свое обаяние. Мужчину сняли на видео корреспонденты портала «Волга-Ньюз». Чтобы отвести удар от своего брата Сергея, который в момент аварии сидел за рулем, Артем пытается обнять инспектора ГИБДД и отобрать у него жезл. Убедившись, что полицейский находится не в столь же игривом настроении, решает взять на себя ответственную миссию защитника порядка. Мужчина то и дело выбегает на проезжую часть и рвется останавливать нарушителей. Когда понимает, что его стремление никто не оценил, обижается и обвиняет полицейских в коррупции. Давайте я вам посмотрю, вот смотрите, у него трубочка находится, вот смотрите, у него трубочка находится вон там. И когда он сует ее в это, как вам сказать, вам сказать, вот, открывает окно, он сует ее туда и говорит, суйте, и туда суют деньги. Хронику событий полицейские восстанавливают легко. Водитель Рено, подъезжая к перекрестку улиц Аврора и Гагарина, задел стоящий на светофоре автомобиль Кия. По словам братьев, один из которых стал виновником аварии, они дальнобойщики. Возвращались домой, мол, Сергей водитель опытный и спровоцировать ДТП никак не мог. Говорят, Кия стояла на светофоре, въехала в них сама. Но, как выяснилось, братья дальнобойщики – давние знакомые инспекторов. Три года назад они уже лишали одного из них водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования. Ну, сейчас было лишено их правоуправления. Сейчас, не знаю, сейчас согласиться, наверное, с середины или ответственность от его права. Лишение прав дальнобойщика Сергея не остановило. Даже после этого он дважды попадался полицейским на дороге. Уголовная ответственность и обязательные работы, которые ему тогда назначили, не помогли. И мужчина вновь сел за руль пьяным. Медицинское свидетельство, согласно проходить или отказываться? Отказываться. Пока полицейские оформляли документы, неутомимый пассажир Рено не унимался. Предлагал корреспондентам тайком отогнать машину во двор. Но, нарвавшись на отказ, пригласил на танец. В результате домой, горе-братьям, пришлось отправляться без автомобиля. Почему в очередной раз сел за руль пьяным, водитель французской иномарки теперь будет объяснять в суде. Лариса Шлафа, Сталина Чемерис, События. Из Самары в Ширяево с ветерком. Путь по Волге открыт. Впервые в истории самарской навигации до поселка можно добраться на судне на воздушной подушке, которому дали романтическое имя Нептун. Два таких речное пассажирское предприятие купило в прошлом году. Рейсы интересны не только жителям Ширяева, но и туристам. В путешествие на воздушной подушке отправилась Марина Матвейшина. Это просто космос. Восхищаются пассажиры, наблюдая, как судно на воздушной подушке отправляется в путь. На поверхности Луны не пробовали, а по снегу и льду, по воде и земле подушка пройдет, рассказывает капитан Валерий Легостаев. Нептун идет плавно и приятно, но нужно всегда быть на чеку. Прямо по дороге могут идти рыбаки или целый караван снегоходов движется прямо навстречу подушке. Ну они там все спортивные, там пять штук едут, объезжай их. А техника такая, что объезжать неудобно. Капитан Валерий Легостаев управляет подушкой уже третий год. До этого работал на скоростных судах, ракетах и метеорах. Теперь возят пассажиров на самой безопасной для подушки скорости – 50-60 км в час. Хотя возможности у судна вдвое больше. Может она до 90-х разогнаться. Если ветер, попутный ветер, она разгоняется. Приходится ее маленько просто придерживать. Нельзя. Потому что она, да, вот здесь вы видите, сейчас отналадилась хорошая у нас эта обстановка. А то по первости здесь было и лед, и торосы, ни влево, ни вправо. Мы одни из первых туристов, которые прибыли из Самары в Ширяево на судне на воздушной подушке. Такой маршрут организован впервые за всю историю самарской навигации. С ветерком, с комфортом, всего лишь 50 минут в пути, и мы на месте. Судно на воздушной подушке вмещает в себя 21 пассажира. В будние дни организован один круговой рейс из Самары в Ширяево. По выходным – два. Скажем, в днем пассажиры поток растет. То есть все больше желающих воспользуются этим маршрутом. Если ехать в кружную на автобусе, это будет где-то порядка 3,5-4 часов. Движная пересадка. А с середины февраля запускают новый маршрут по Волге – Самары-Виновка. Он будет работать только по выходным дням. И это будет не просто переправа на другой берег, а целый пакет туристических услуг. Посещение монастыря, экскурсии и питания. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Дорога в Сколково начинается с малого. В Самаре прошел второй окружной робототехнический фестиваль. Самым молодым участникам по 6 лет. Юные конструкторы представили роботов, которых сделали своими руками. С молодыми учеными и их электрониками знакомился Сергей Ромашов. Роботы вместо кукол. Интересы Алики Авдеевой отличаются от увлечений многих ее сверстниц. Робототехникой девочка занимается уже три года. Говорит, что это помогает ей в жизни и в учебе. О своем хобби рассказывает с блеском в глазах и очень рассчитывает на победу. Я участвую в соревнованиях «Траектория». Задача в соревнованиях «Траектория» – проехать по линии. И так, чтобы не сбиться с нее, я уже ездила на робофинист в Санкт-Петербург. Надеюсь, если мы сейчас пройдем в Москву, там мы займем первое место. Стать лидером в фестивальных конкурсах – задача не из легких, ведь талантливых участников много. На робофесте в прошлом году свои работы представили 364 молодых инженера, в том числе и из соседних республик. На конкурс в Москву были отобраны меньше половины. В этом году желающих не убавилось, поэтому организаторам пришлось продлить соревнования. Сегодня у нас соревнования, в отличие от предыдущих лет, проходят два дня. Это 30 января и 31 января. Проходит оно на территории Самарского государственно-технического университета. Ежегодно увеличивается количество участников робофеста. Всего на фестивале представлено пять площадок. В командах по два человека. Один участник собирает робота, второй задает ему программу на компьютере. Такое по плечу далеко не каждому взрослому. А вот дети на робофесте приводят свои изобретения в движении, кажется, без особого труда. Организаторы надеются, что внимание талантливой молодежи к сфере высоких технологий будет расти и дальше. Может быть, именно эти ребята помогут сделать роботов частью нашей повседневной жизни. Вот такой вот малыш будет развозить клиентам кофе в кафе. Сергей Ромашов, Дмитрий Мешканцов. Эпизоды легендарных итальянских фильмов сквозь призму фотокамеры. В Самарском художественном музее открылась персональная выставка фотографа Олега Давыдова. Проект «Приглашение в кино» автор снимал на севере Италии. На каждом снимке зрители без труда могут узнать фрагменты самых известных фильмов. Маленькое путешествие в Италию совершила и Алина Чемерис. Кадры известных итальянских фильмов, застывшие на фотоснимках. Автор словно нажал на паузу и кажется, будто на фотографии вот-вот сменится эпизод. Проект «Приглашение в кино» фотограф Олег Давыдов снимал на севере Италии, на родине своего любимого режиссера Бернандо Бертолуччи. Дольче Вита, мама Рома. В каждом кадре прочитываются эпизоды легендарного кино. Автор старался не копировать фрагменты фильмов, а воссоздать их. Самых узнаваемых кадров избегал сознательно. Велик соблазн сделать римские каникулы и купание в платье. Не было кадра, как в Маленье Монике Белуччи, когда она курит, и мужики прикуривают, несколько рук тянут. Они слишком очевидны. Почти все фотографии здесь черно-белые, только одна цветная. Такова задумка. Как воссоздавался эпизод из фильма «Пазолини», где героиня Анны Маньяни продает овощи на рынке, чтобы помочь сыну, запечатлели итальянские журналисты. Атмосферу тех мест, где проходили съемки, почувствовал и почетный консул Италии. Он просто понял, какая душа есть на вот этих местах. Это большая поляна, где есть река По. Это самый большой рек в Италии. И на вот этой поляне есть просто вот эти места, которые ты не можешь перепитывать. На всех 30 снимках в главной роли давняя знакомая Олега Давыдова, Аля Алферова. Девушка признается, было лестно примерить на себя образы великих актрис. Самый удачный, на мой взгляд, это образ там, где девушка стоит в ресторане. Она такая печальная. И в этом, наверное, есть немного меня. Давно не было такого эстетического удовольствия и понимания того, что наша женщина настолько красивая, утонченная. Как вы знаете, в лице есть и духовность, и эстетика одномоментно. Автор выставки Олег Давыдов планирует продолжение проекта, а горожане, не покидая Самары, могут побывать в Италии до 12 февраля. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Вопрос самоопределения стоит остро для обитателей Самарского зоопарка. Там проживает самый крупный крокодил в России. В этом году рептилии исполнилось 25 лет. Самое время найти ему пару. Тут-то и выяснилось, что работники не знают, кто перед ними – самец или самка. Марина Кравцова подробнее. Спецоперация в зоопарке. Работают 8 сотрудников. Достают из вольера нильского крокодила Кузю. В арсенале специальные селки, скотч, веревки, носилки и простынь. Хищник оказывает сопротивление. В итоге зоологи все же берут верх. Сначала надо ликвидировать опасность. Перевязать пасть крокодилу, связать лапы, потом аккуратно уложить его на носилки и примотать к ним. Все проходит безболезненно для крокодила. Его решили не усыплять. Не зная точного веса, невозможно рассчитать необходимую дозировку препаратов. Обездвиженное животное несут к промышленным весам. На табло – 131 килограмм. Рост рептилии – 3 метра 15 сантиметров. Половина – это хвост. Его длина – 157 сантиметров. Измерения проводят раз в 5 лет. За это время зубастый подрос на 30 сантиметров. Значит, питание и условия хорошие. На сегодняшний момент, по официальным данным, он является крупнейшим крокодилом. Мы его кормим раз в неделю. Он получает питание мясо, курицы, мясо, говядины. Даются иногда забитые крысы и рыба. Более крупную добычу он почему-то у нас не старается его производить. У Кузи появился статус самого большого крокодила из всех живущих в зоопарках России. К тому же у него одного есть официальное имя. Успокаивать взволнованное животное принялись все посетители. Им предоставилась уникальная возможность – погладить крокодила. Такой теплый, приятно его гладить. Ну, как казалось, многие люди думают, что вот змеи все, рептилии, они почему-то мокрые такие, скользкие, холодные. Но на самом деле нет. Доставать Кузю из комфортных апартаментов понадобилось и для того, чтобы наконец выяснить, какого же пола крокодил. Для этого требуется специальное исследование. После напряженной процедуры взвешивания Кузя расслабляется в теплом бассейне. Крокодила не только взвесили и измерили. Открылась главная интрига, которая длилась 25 лет. Кто же на самом деле Кузя – самец или самка? Пояснять это раньше не было необходимости. А сейчас крокодил подрос и может обзавестись потомством. Итак, зоологи установили – Кузя по праву носит свое имя. Это самец. И уже в ближайшее время ему будут подыскивать спутницу. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Это были самые яркие события уходящей недели. На этом все. До встречи. КОНЕЦ КОНЕЦ